МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анатолий Дмитриевич, податель всего, большой друг Петра Васильевича, и она вам расскажет все о нем. Сейчас дело передается в Москву, и мне сказали, что необходимо предоставить несколько характеристик работы Петра Владимировича. Если вы найдете удобным для себя, не откажите написать в таком роде, что знали его, были с ним в экспедициях, что он оказал существенную помощь при снятии экспедиции Седова, и что никогда не замечали за ним никаких антисоветских или контрреволюционных поступков. Если вас не затруднит, то, может быть, вы попросите о такой же характеристике у Шевелева. М. Орловская. Многоуважаемый Анатолий Дмитриевич, обращаюсь к вам с большой-большой просьбой. Мне сказал юрист, что к заявлению в прокуратуру необходимо приложить производственные характеристики от учреждений и авторитетных лиц о работе Николая Ивановича, которые бы показали, как много он сделал для Севморпути и каким честным работником он является. И вот, зная ваше доброе отношение к Николаю Ивановичу, я надеюсь, что вы не откажетесь дать такую характеристику. Наталья Евгенова. Эти два письма жен известных полярников Петра Орловского и Николая Евгенова, арестованных в 1938 году, обращены к герою Советского Союза полярному летчику Анатолию Алексееву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Архивы. Вот если про музеи говорят, что они подобны айсбергам, где 30% материалов в экспозиции, а остальное в хранилищах, то с чем можно сравнить архивы, где все сокровища лежат в туне? А для того, чтобы найти нужное, надо перерыть огромное количество описей, фондов, дел, папок. Но с материалами о нашем герое нам повезло. В Российском государственном архиве экономики хранятся материалы личного архива Анатолия Дмитриевича Алексеева. Именно они и легли в основу нашего фильма, дали ниточки к материалам, которые хранятся в других архивах и музеях. Из биографии. В Красной армии с марта 1920 года в 1921 году окончил ускоренный курс военной электротехнической школы, с 1925 года инструктор по радио в Севастопольской военной авиационной школе морских летчиков. 1928 год. Газеты всего мира пестрят заголовками о новом арктическом проекте. Итальянский аэронавт и путешественник Умберто Нобиле собирается покорить Северный полюс на своем дирижабле Италия. 23 мая экспедиция стартует со Шпицбергена. В пол первого ночи 24 мая Нобиле радируют. Северный полюс достигнут, и Италия возвращается назад. А в половину 11-25 мая связь с дирижаблем обрываются. Ни судьба экспедиции, ни место возможной аварии неизвестны. Ледокол Красин. В те годы самый мощный ледокол в мире. По просьбе итальянского правительства он включился в поисково-спасательную экспедицию. К тому времени радиосвязь с членами экспедиции Нобиле, с теми, что остались живы после крушения, была установлена, но точное место так и оставалось неизвестно. Нужно было искать во льдах. Вот на борт Красина грузит самолет Юнкерс, который почему-то получил имя Красный Медведь. Он должен расширить возможности спасателей. 16 июня Красин отправился в рейс, а 28-го прибыл в район поисков. Ледокол уверенно крушил льды, пробиваясь на север. Но 4 июля уперся в многолетние ледовые поля. Преодолеть их даже он не мог. Ледокол встал. Для Чухновского настал момент истины. Он уже давно рвался в бой. И вот теперь получил разрешение на разведывательный полет. Субтитры создавал DimaTorzok Экипаж самолета. Командир Борис Чухновский. Летчик-наблюдатель и радист Анатолий Алексеев. Второй пилот Георгий Страубе. Борт-механик Андрей Шелагин. Четвертым в полет пошел оператор Вильгельм Блувштейн. Это дневники Алексеева. Все подробно расписано по часам и минутам. Запуск моторов. Рулежка. Погода. Рулежка. 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 Через два часа полета случилось почти невероятное. На это даже трудно было рассчитывать. Самолет обнаружил тех членов экипажа Италии, что пешком отправились к берегу. Группа Мальмгрена. А еще через два часа... Связь с Чухновским прервалась. Красин замер в ожидании. Что случилось с Красным Медведем? Неужели разбился? Лишь через четыре часа, когда летчики запустили аварийный генератор, они смогли выйти на связь. Алексеев передал радиограмму. Широта 80-42, долгота 25-45. На небольшом Таросе двое махали флагами, третий лежал навзничь. Туман. Искали полчаса Красина. Выбора посадки не было. Сели на таросистое поле. Снесли шасси. Сломали два винта. Запасы продовольствия две недели. Считаю необходимым Красину срочно идти спасать Мальмгрена. Чухновский. У экипажа был запас продовольствия, а вот ложки взять забыли. Так что делать их пришлось из подручных материалов. Их спасли только через шесть дней. Вот очень любопытный архивный документ. Это та самая карта, по которой производился полет 10 июля, в результате которого был найден выход Красина из ледового тупика и свободный путь к Красной палатке. И была обнаружена группа Мальмгрена. 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 Так Анатолий Алексеев получил свой первый орден и общесоюзную известность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Январь 1930-го. Перед экипажем Бориса Чухновского поставлена новая задача. Найти американских летчиков, которые пропали где-то на Чукотке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через несколько дней экипаж Чухновского прибудет в Красноярск и приступит к полетам. Но тела погибших американцев найдут другие советские пилоты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 февраля. Самая главная советская газета опубликовала обширный список награжденных. С туманной формулировкой. За настойчивость и преданность при выполнении важнейшего задания в Северных морях. Среди награжденных и Алексеев. Но теперь он уже не летнап, а пилот, командир отряда ледовой разведки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что же это было за задание? Его история долгие годы носила гриф совершенно секретно. Мы расскажем об этом секрете и об экспедиции, которая получила название «Экспедиция особого назначения номер 3». 1936 год. В воздухе все явственнее чувствуется запах пороха. Италия оккупировала Эфиопию. В Испании началась гражданская война. Немецкие войска нарушили Версальский договор и вошли в Рейнскую область. Япония подписала с Германией соглашение по обороне от коммунизма. Нужно было укреплять молодой Тихоокеанский флот. Для этого с Балтики планировали перевезти на Дальний Восток два миноносца. Маршрут перехода пролегал по Северному морскому пути. Это была суперсекретная и суперсложная операция. Пройти через льды шести морей абсолютно неприспособленным для такого плавания корабля. Летчик Алексеев и возглавил ледовую разведку по маршруту экспедиции. Вот они, уникальные документы, которые долгие годы были скрыты в архивах. Они как раз и рассказывают о том, как работали для ИОН три полярные летчики. За что получили свои высокие награды. В нашем фильме эти материалы публикуются впервые. Описание полетов, состояние льда, ледовые карты, фотографии из той секретной экспедиции. Описание полетов, состояние льда, ледовые карты, фотографии из той секретной экспедиции. Описание полетов, состояние льда, ледовые карты, фотографии из той секретной экспедиции. Славная отчизны сыновья. Если вы к стиль мере не дождь, Станьте, где заранее деть, Наша юность верится в зал. Весь муртон внуки, Добрый вечер на нас будет... Высадка первой советской полярной экспедиции на Северный полюс. Тогда этих людей в лице знал любой мальчишка А сейчас уже вряд ли Напомним Летчики Михаил Водопьянов Василий Молоков Анатолий Алексеев Илья Мазурук Павел Головин Штурман Иван Спирин Руководитель экспедиции Отто Шмидт Будущие полярники Шершов Федоров Кренкель Начальник экспедиции Иван Попанин Оператор Марк Троиновский Три тяжелых самолета конструкции Андрея Николаевича Туполева АНТ-6 вылетели на покорение полюса 21 мая флагманская машина, которую вел Михаил Водопьянов Совершила посадку в районе Северного полюса В течение нескольких дней в лагерь Попанинцев прилетели и остальные самолеты Они доставили на льдину более 10 тонн различных грузов Все это было необходимо для долгой работы первой в мире полярной дрифующей станции Самолеты пробыли на льдине до 6 июня, а затем возвратились в Москву Их ждала торжественная встреча После этого полета Анатолий Алексеев стал 37-мым героем Советского Союза Где-то ждет родной очаг Ждет любимая семья Где-то там и мой маяк И надежные друзья Ледяные облака Зазывает душу ввысь Позади туман века Впереди загадка жизни Советский Союз активно штурмовал полярные просторы Он хотел доказать, что путь до Америки не так недостижим, как кажется В августе 37-го должен был совершиться еще один трансполярный перелет Из Москвы через Северный полюс на Аляску Для этого перелета был выбран совершенно новый, по сути, экспериментальный самолет Виктора Балаховитинова ДБА Командиром корабля стал герой Советского Союза Сигизмунд Ливаневский Любимчик Сталина, как его иногда называли Двумя годами раньше Ливаневский уже пытался совершить трансполярный перелет На самолете Туполева Но через 2000 км полета в кабину стало поступать масло И хотя второй пилот Георгий Байдуков предлагал продолжить полет Ливаневский вернулся Потом оказалось, что просто перелили масло В Москве на совещании у Сталина Ливаневский заявил, что Туполев вредитель И делает плохие самолеты Вот так И вот теперь вторая попытка Но уже на другой машине Около 15 часов 13 августа связь с самолетом оборвалась Операция по поискам экипажа Ливаневского по своим масштабам была беспрецедентна Искать любимца Сталина отправились сразу несколько групп Самые известные пилоты Яков Машковский Михаил Бабушкин Михаил Водопьянов А это руководитель поисковой экспедиции Начальник всей авиации Бегла вся в морпути Марк Шевелев Вот садится самолет Алексеева А это прилетел Молоков В общем, собрались все те, кто совсем недавно обеспечивал высадку Папанина И лететь им предстояло в места, которые они совсем недавно покинули На остров Рудольфа Именно он и стал основной базой поисков Да и самолеты были те же АМТ-6 На тот момент это были уникальные самолеты, которым не было аналогов в мире Они обладали большой грузоподъемностью и дальностью полета antage Они обладались осуществом Эрболина Эрболина На самолете Музырука прилетел бог Папнин годы. Синоптик Борис Зердиевский. Отряд Алексеева пробыл на острове Рудольфа до ноября, а потом вернулся в Москву. Найти Ливаневского так и не удалось. Вчера в Москву возвратились три тяжелых воздушных корабля, которые совершили полет в Восточную Арктику к ледоколам Садко, Седов и Малыгин, дрейфующим к северу от Новосибирских островов. Эта история началась годом раньше, летом 1937-го. Ледокол Садко уходит в новую арктическую экспедицию к Новосибирским островам. Начальник экспедиции профессор Самойлович. Его заместитель профессор Визе. Известный полярник гидрограф Евгенов. Глубокой ночью ледокол покинул берега Архангельска. Экспедиция должна была исследовать белые пятна к востоку от Северной Земли и провести гидрографическое обследование островов Де Лонга. К 10 сентября все работы были завершены. Садко собирался домой, но ему поручили помочь выйти из льдов пароходом Георгий Седов и Малыгин. В результате Садко застрял и сам. Но если бы только они. В проливе Велькицкого завяз караван ледореза Литки. Южнее караван ледокола Ленин и ледокол Красин. Всего в ледовом плену оказалось 26 судов. План перевозок был сорван. Из дневника Алексеева. Вечером в Кремле были Сталин, Молотов, Форошилов, Ежов. От нас Ушаков, Молоков, Головин и я. Замечательная формулировка хозяина. При всяком другом правительстве руководители пошли бы под суд, а у нас они причисляются к заговорщикам, троцкистам и бухаринцам. Когда Сталин замолчал, заговорили члены политбюро. Только Ежов что-то записывал в маленькую книжечку с золотым карандашиком. Результаты этих записей не заставили себя ждать. Садко, Седов и Малыгин не готовили к зимовке. На судах было мало продовольствия. Нужно было вывезти с них всех тех, кто мог их покинуть. Оставив только минимальное количество людей. С 5 апреля по 1 мая отряд Алексеева вывез судов 184 человека. Это была крупнейшая спасательная экспедиция того времени. В Москве их встречали как героев, но размах был уже не тот. Наступали другие времена. Ох, не зря, что ты писал в свою книжечку, товарищ Ежов. Первым звоночком стала публикация в ведомственном журнале «Советская Арктика». Необходимо помнить о том, что вредители и вредительства в нашей системе не являются изолированной группой или случайным эпизодом. Вредители в главсе в Мурпути тоже гнусные о хвосте троцкистко-бухалинских шпионов. Громя и выкорчевывая их, мы очищаем советские организации от скверны, чтобы их троцкистских вредителей не было вовсе в наших рядах. Сталин. Товарищ Сталин сказал, что надо громить и выкорчевывать вредителей. И начали громить и выкорчевывать. Руководитель многих полярных экспедиций Рудольф Самойлович, замначальника главсе в Мурпути Эдуард Крастин, замначальника гидрографического управления Николай Евгенов, начальник сектора гидрографического управления Юрий Хмызников, геолог Михаил Ермолаев. И это только часть тех, кто был репрессирован. Война. С ее началом Алексеев был призван в армию. В ту самую 81-ю дивизию дальнего действия, которая в августе 41-го совершила несколько налетов на Берлин и другие города в глубоком тылу Германии. Кстати, дивизией в то время командовал его старый товарищ Михаил Водопьянов. Первую бомбардировку Берлина в ночь с 7 на 8 августа 41-го года совершила особая группа Балтийского флота с острова Эйзель. А уже 10 августа к ночным рейдам присоединились и летчики 81-й дивизии. Всего до 5 сентября советские пилоты выполнили 9 налетов на Берлин. Они совершили в общей сложности 86 вылетов. 33 самолета бомбили Берлин, 37 самолетов не смогли выйти к столице Германии и нанесли удары по другим городам. Эти налеты, конечно же, не нанесли существенного вреда противнику, но имели важный психологический эффект. Немцы даже подумать не могли, что их бомбят советские летчики и считали, что это англичане. КОНЕЦ Это съемка 1942 года. Анатолию Дмитриевичу вручают его 5 орда. Всего же их было 12. Всего за годы войны летчик Алексеев совершил 27 боевых вылетов на военные объекты в глубоком тылу противника, в том числе в Кенигсберге и Вильне. В 1944 году Алексеев вновь возвращается в Кенигсберге. к испытательной работе. Вместе с авиаконструктором Ермолаевым работают над совершенствованием самолета Ер-2. Участвуют в испытаниях еще 72 типов самолетов. Как и в прежние годы, Алексеев всегда был готов прийти на помощь старым товарищам. В прокуратуру Красноярского края от Алексеева Анатолия Дмитриевича, Героя Советского Союза. Заявление. Ходатайствую о полной посмертной реабилитации Бабича Александра Павловича. По моему глубокому убеждению, совершенно исключаю всякую возможность совершения приписываемых ему преступлений. Начальнику группы полярного управления гражданской авиации товарищу Алексееву. Сообщаю, что прокуратурой Красноярского края проверено дело по обвинению Бабич АП и поставлен вопрос о его прекращении за отсутствием состава преступления. В 1958 году Анатолий Дмитриевич ушел в запас. Работал в управлении полярной авиации. В 1962 году на карте земли Энтебе в Антарктиде появилась гора Алексеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Впереда, надежда, жизнь Продолжение следует...